Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусные бутерброды-закуску. Рецептом, как всегда, делюсь с вами. Готовьте, я думаю, что вам тоже понравится. У меня один свежий батон. Я его нарежу ломтиками, где-то толщиной до 1 см. 7-8 мм, не толще. 8 ломтиков будет достаточно. И эти ломтики я разрежу еще пополам. В чистую сухую сковороду я наливаю растительное масло. 2-3 столовые ложки. В хорошо разогретое растительное масло я выкладываю ломтики батона. Обжаривать батон я буду только с одной стороны до такого румяного золотистого цвета. Все остыло, я переложила на блюдо. И пока гренки эти такие горячие, я очистила 1 зубчик чеснока и натру все чесноком. Тогда и чеснок не надо отдельно добавлять в блюдо. А бутерброды уже получатся очень такие ароматные, чесночные. Чеснок молодой, ароматный. Нужно быстренько все гренки им натереть, чтобы они не стали такими влажными, а были еще такими хрустящими. Ушел ровно один зубчик чеснока, у меня зубчик был большой. Репчатая луковица у меня большая, отрежу отсюда небольшую часть. Лук я нарежу мелким кубиком, чем мельче, тем лучше. Сохраняйте себе этот рецепт, ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соц. сети, я вам за это буду очень благодарна. Лук я подготовила, убираю пока в сторону. Берем любую кастрюлю, ковшик, что есть под рукой. Наливаю сюда 2 столовые ложки воды. 9% столового уксуса наливаю 1 чайную ложку. Любите приправу гвоздику? Добавляйте. Нет, значит не добавляйте. У меня одна приправа гвоздика. Перец с черным горошком у меня очень мелкий, поэтому добавляйте 2 крупных. Черного молотого перца, одну щепотку. 2 мелких лавровых листа, можно взять один большой. Я разрываю на такие небольшие кусочки, можно бросить просто целиком. Треть чайной ложки сахара. И треть чайной ложки соли, столько же. Лук теперь отправляю в кастрюлю к маринаду. На плите не даем закипеть этому маринаду. Доводим до температуры где-то 80 градусов. Получится очень вкусный маринованный лук. Приправы все раскроются, отдадут свой вкус. Соль, сахар растворится. В любые салаты, в бутерброды можно вот так вот мариновать лук. И добавила еще одну столовую ложку воды. Весь список продуктов будет написан под видео. Не даем закипеть. А вот сейчас луку я дам остыть в этом маринаде до комнатной температуры. А потом нужно будет слить всю эту воду с уксусом маринад. Вытащить оттуда лавровый лист и все приправы. Тунец натуральный филе. В собственном соку. Вес рыбы 130 грамм. Предварительно все лишнее я отсюда слила. А вот рыбу нужно сейчас размять вилкой. Обязательно приготовьте такие бутерброды. Они нам очень нравятся. Я думаю, что понравятся и вам. А заранее вкрутую я отварила два куриных яйца. Яйца мелкие. Можно отварить одно большое. Яйца тоже очень быстро разминаются вилкой. Не нужно ничего натирать на терке. Чтобы желток в яйце не был таким синим, не переваривайте яйца. Я обычно варю после вскипания воды 10 минут. Желток всегда желтый, не синюшный, белок красивый. Может быть, кому-то будет полезно. А потом все остужаю в холодной прям ледяной воде. Вилкой все отлично разминается и терку перемывать не надо. Добавляю черного молотого перца. Одну щепотку. Одну хорошую щепотку соли. Пол твердый сыр натираю на сырной терке. У меня кусочек на 90 грамм, но я думаю, что весь я натирать не буду. Грамм 80 уйдет. Сейчас перемешаю, посмотрю, добавлять его еще или нет. Майонез добавляем так, чтобы у нас здесь все не плавало в этом майонезе. Не текло, но не было очень густо. 2-3 столовые ложки, смотрите, по своему вкусу. Я добавила 2, сейчас перемешаю, посмотрю. Лук замариновался, остыл. Сейчас я уберу отсюда все приправы, лавровый лист, все эти перцы, гвоздики и всю лишнюю жидкость солью. Лук такой влажный в этом маринаде все равно, поэтому майонез не спешите добавлять. Все перемешиваем, а потом посмотрим. Я добавила еще 1 столовую ложку майонеза. Все перемешиваю и всего достаточно. Попробуйте на вкус. Масса должна получиться такой вязкой, клейкой. Теперь начинку выкладываю на хрустящую сторону батона. Все быстро и просто. Пока варятся яйца, обжариваем батон, маринуем лук. Мне кажется, такие бутерброды можно подать на любой стол, а задекорировать уже по своему вкусу. Еще более простой и быстрый вариант. Можно все это выложить уже на печенье крекерно готовое. И не надо тогда батон обжаривать. Все готово. Сверху можно присыпать мелко нарубленной зеленью. Украшаем по желанию. Можно зелень добавить, можно свежий огурец или маринованный, соленый. Я добавлю сюда томаты. Томаты всегда придают такую сочность. У меня два маленьких. Я их нарежу на кусочки и выложу сверху. Бутерброды получились очень вкусные. Рекомендую вам приготовить. Я надеюсь, что я вас смотивировала на готовку. Домашняя еда самая вкусная и готовится навсегда с любовью. Томаты выложила сверху. Вот такое яркое, красивое, сочное, вкусное блюдо получилось. Бутерброды хрустящие, пикантные, остренькие, вкусно. Тунец можно заменить и шпротами. Или любой другой рыбы, которая у вас есть. Мне очень вкусно. За уши не оттащишь. Готовьте и вы. Обязательно потом напишите в комментариях, как вам понравилось это блюдо. Газокусочные гренки всегда уходят со стола первыми. И я вас уверяю, ничего не останется на столе. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. И так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео. И ничего не пропустите. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.